Так, Илюшка. Всем доброе утро. В общем, я не буду много чего говорить. Просто хочу сказать, чтобы мы помолились. Это то, с чего мы должны начинать служение. Вот, чтобы мы помолились, еще хочу дать одно такое направление. Чтобы мы молились, чтобы мы были на этом месте, перед Божьим лицом, мы были как нищий духом. Иисус сказал, что блаженны такие люди. И чтобы мы реально хотели Божьего присутствия, реально искали Его. Молились так, как мы хотим, чтобы мы были услышаны. Хотим, чтобы Бог коснулся нас сегодня на этом месте. И поэтому молимся об этом, молимся об благословении этого времени. Так что молимся. Дорогой Господь и Дух Святой, мы стоим перед Твоим лицом. Мы молим Тебя сегодня быть на этом месте, так как мы собрались во имя Твое. Мы молим Тебя сегодня услышать просто крик нашего сердца, Господь. Я прошу Тебя сегодня, если сердце наше, как чье-то, оно просто остыло перед Тобой. Если наш сегодня дух, он потухает, чтобы Ты сегодня зажег наш дух. Ты зажег наше сердце, Господь, чтобы мы сегодня не были увлечены ничем телесным, ничем плотским, ничем душевным. Но на этом месте мы Духом соприкасались с Твоим Духом. Чтобы Дух Твой Святой, Он был на этом месте. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, услышь нашу молитву. Мы просим Твое благословение на это время. Просто я знаю, что Ты не смотришь ни на какое лицо здесь сидящий, Господь. Мы просим Тебя просто милостью Твоей сокруши нас, сокрушись. Просто приди на это место, услышь нас, Господь. Примей те слова с нашей уст, Господь. Сегодня меняй наши сердца. Пусть мы сегодня будем этими нищими духом. И пусть мы все сегодня осознаем, как это необходимо в Твоем Царстве. Вот мы молим Тебя о Твоем благословении. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем славить Бога сегодня. Аминь. Будем все вместе радоваться в Его присутствии. Аллилуйя. 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 В моём сердце был лёд, теперь течёт вода. В моём сердце был лёд, а теперь свобода. Я открою секрет, открою тайну, я сегодня жив, а знаешь почему? Уже не я живу, но живёт во мне Бог. Уже не я живу, но живёт во мне Бог. Жизнь моя, как водопадный, как бурлящий поток. Ты скажешь почему, а потому что живёт во мне Бог. Наш Бог живой, Аллилуйя! В моём сердце лука, что вот-вот зовётся. Моё сердце, как дождь, что вот-вот проньётся. Моё сердце, как парус, как свежий ветер. Моё сердце, как бурлящий поток. Ты скажешь почему, а потому что живёт во мне Бог. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Уже не я живу, но живёт во мне Господь. Жизнь моя, как парапарты, как бурлящий поток. Ты скажешь почему, а потому что живёт во мне Бог. Халлюя. Живёт ваш Бог живой. Бог сотворил мир. Слава тебе, наш Царь Небесный Слава тебе, наш Царь Небесный Живем мы в последнее время Неся людям словом Христа Сбывается то, что вещали пророки Приходит времен полнота Мы скиния Бога Живого Мы слышим, как Божья любовь Несет погибающим истины слова Господу будь приготовь Год грядет, грядет на облаках Как солнце свет его Придол от все трубы По-своему Это юбилейный год Спасение придет со святой горы Подни языки ляжи Когда кость облекается в плоть Ко дни Давида поемы Строится скиния вновь И жатва настала святая Везде повелели поля И мы подружаем свой голос Взывая Распудится воля Господь грядет, грядет на облаках Как солнце свет его Придол от все трубы По-своему Это юбилейный год Спасение придет со святой горы Господь грядет, грядет на облаках Как солнце свет его Придол от все трубы По-своему Это юбилейный год Спасение придет со святой горы Нет Бога, как и гола 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 Господь грядет, грядет на облаках Как солнце свет его Придол от все трубы По-своему Это юбилейный год Спасение придет со святой горы Господь грядет, грядет на облаках Как солнце свет его Придол от все трубы По-своему Это юбилейный год Спасение придет со святой горы Аллилуйя, Аллилуйя Наш Господь Бог, ты достоин всей славы Бога Ты достоин всей чести, наш Царь Небесный Мы здесь, чтобы славить тебя, Боже Мы здесь, чтобы поклониться тебе, наш Царь Ты наш Бог, ты наш живой Бог Творитель неба и земли Творитель нас, Господь Спасибо тебе, Отец, что ты здесь сегодня Благодарю я тебя, Бог, что ты всегда рядом с нами Тебе, Господь, вся слава Мы поклоняемся тебе на этом месте, Боже Мы воздаем тебе всю честь, Господи Аллилуйя Сейчас будет звучать третья песня Пожмите выходить вперед, если у вас есть какие-то нужды Если вам нужна поддержка в молитве Господь Бог здесь Он всегда рядом с нами И Он никогда не оставляет своих детей Благодарю тебя, Господь Бог Что ты всегда рядом с нами, Боже Господь Бог, который любит нас Вся земля хвалу поет Отец, тебе все славы Лишь тебе наш чудный Бог Ты Бог над всеми боками и Царь над всеми царями И во всей вселенной нет Боже с тобой страны с тобой Спасибо, Господь Ты превосходнее всего на свете И нет подобного тебе Ты наш Господь И вшанствуешь в обеде И при вознесем тебя хвалей Небеса тебе поют Святы, святы Вся земля тебе поет Достоин ты Все творение воздают Все творение воздают Тебе хвалу, Господь Благодаря наш Бог Творец и Бог Небеса тебе поют Святы, святы Вся земля тебе поет Достоин ты Все творение воздают Тебе хвалу, Господь Благодаря наш Бог От престола Твоего, Господь От престола Твоего Течет поток живой воды Для народа всей земли Сияет свет Твоей любви Сияет свет Твоей любви Спасибо тебе, Господь Своим присутствием покрой всю землю Пусть свет тронется в жизнь людей Все народы Все народы преклонят колени И вас поют хвалу Тебе И только тебе наш садь Святы, святы Ты святой наш Бог Мы поем тебе, Господь Достоин ты И только ты наш садь Достоин ты Господи небо Стоит Тебе хвалу, Господь Благодаря наш Бог Благодаря наш садь Вся земля Тебе поют Святы, святы Вся земля Тебе поет Достоин ты Все творение воздаёт Тебе хвалу, Господь Благодаря наш Бог Небеса Тебе поют Небеса Тебе поют Небеса Тебе поют Святы, святы Вся земля Тебе поет Достоин ты Все творение воздаёт Тебе хвалу, Господь Благодаря наш Бог Благодаря наш Бог Спасибо Тебе, мой Бог Я благодарю Тебя, мой Бог Мы поём Тебе всю славу, Господь Мы поём Тебе поклонение, наш Бог Отец, я благодарю Тебя, что Ты так сильно любишь каждого из нас Я благодарю Тебя, мой Бог Спасибо Тебе, Иисус Из-за Твоей любви к нам, Боже Мы сегодня здесь, Ты дал нам новую жизнь Ты дал нам новую жизнь в Тебе Твоя святая кровь Славяный Высоц Наполняешь всём, 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 сияние Твоё, Господь Ярче самых мощных звёзд Своей славою нас покрыл И любовью освободил И любовью освободил А белый, взываю, свят Господь Достоин Ты принять всю честь и славу Вознесён Вознесён В народах восхвалён Вся земля поёт Тебе Осана Великий Бог Великий Бог Славяный Высоц Наполняешь всём, во всём, сияние Твоё, Господь Ярче самых мощных звёзд Своей славою нас покрыл И любовью освободил Ангелы, взываю, свят Господь Достоин Ты принять всю честь и славу Вознесён В народах восхвалён Вся земля поёт Тебе Осана Великий Бог Великий Бог Ангелы, взываю, свят Господь Достоин Ты принять всю честь и славу Вознесён В народах восхвалён Вся земля поёт Тебе Осана Ангелы, взываю, свят Господь Достоин Ты принять всю честь и славу Вознесён В народах восхвалён Вся земля поёт Тебе Осана Своей славою нас покрыл И любовью освободил Своей славою нас покрыл И любовью освободил И любовью освободил И любовью освободил Вся земля поёт Тебе Осана Ангелы, взываю, свят Господь Досталою Тебе Осана Урам Осанду Своей славой Господь, Ты покрыл нас, Ты возлюбил нас, Господь, Ты простил нас, Господь, Аллилуйя, спасибо Тебе, Иисус, мы благодарны Тебе, Господь, Бог, что Ты настолько возлюбил нас, что мы сегодня можем стоять здесь при Тобой, Бог Святой. Отец, Ты видишь наши сердца, Ты видишь нашу радость, Господь, мы стоим перед Тобой, наш Небесный Царь, мы радуемся, что наш Бог живет на небесах, наш Бог, Он является Богом над всеми богами, Царем над всеми царями, и Тебе принадлежит вся слава, Господь, как прекрасен Ты, Бог Святой. Мы любим Тебя, Бог, мы любим радоваться в Тебе, мы любим поклоняться Тебе, Господи, мы любим собираться все вместе и воздавать Тебе хвалу, мой Бог. Аллилуйя, только Ты достоин принять всю славу и честь, Господи. Спасибо Тебе, Бог наш, что сегодня Ты здесь. Спасибо Тебе, Бог наш, что Ты никогда не оставляешь нас, Отец Небесный. Мы видим Твою святую руку каждый день в жизни нашей. Просыпаясь утром, Господь, смотря на ту красоту, которую Ты сотворил для нас, Боже, солнце, которое светит, Господи, спасибо Тебе, Халлилуйя. Господь, мы благодарим, что Ты радуешь нас. Мы благодарим, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Бог наш. Я благодарю Тебя, Царь Небесный, за эту церковь, Господь, где мы можем собираться все вместе и славить Тебя. Я благодарю Тебя за каждого человека, Господи. Господь, кто может собраться здесь и возрадоваться вместе с нами. Благослови каждого человека на этом месте, Отец Небесный. Благослови это служение, эту церковь, Господь, это здание во имя Иисуса Христа. Мы здесь, чтобы славить Тебя, поклоняться Тебе, мой Бог, мой гостец. Благослови, Господи, проповедь сегодняшнюю. Благослови каждого из нас, чтобы мы прислушивались к Слову Твоему. Тебе, Господь, спасибо. Тебе, Господь, вся честь и слава. Аминь. Аминь. Можете присаживаться, пожалуйста. Слава Богу. Тебе, когда я пришел в церковь, и мы раньше приезжаем, я сидел в задней скамейке, и до меня пасок подошел, говорю, ты можешь начать? И там как было написано, чтобы не молчать, а за то, что Бог богословлял в то время, что мы рассказывали, какие чудеса у нас были. Мы друг друга паскались, и что хорошее случилось, мы должны паскаться. И за мной один раз так случилось, что, знаете, мой сын был несколько тестов, три теста был behind. И я сильно переживал, и так даже ругался с ним, и говорю, Господь, почему не могут эти три теста ждать? И я так же, это мы сгибаем за детей, и я так же хочу сказать, что Бог помог мне понять и полюбить моих больше детей, и чтобы Бог мне научил. И когда она, а эти тесты мне не мог сдать, и мне на школу звонит, говорит, твой сын опоздал обратно на пару минут. И там, если в школе тебя паскались, мне постоянно звонят на телефон. Ну, я думаю, окей. Я так же разозревшись на работе, думаю, приду домой, я ему дам за всем. И когда я приходу домой, он говорит, папа, папа, я говорю, что, я сдал, говорю, тесты на 95%. Я так, Геннадий, я так рукой махну, говорю, слава Богу, что он мне припризыв любовью, что он мне сказал новости, учи, чем я ему хотел на него наругаться. И я забыл, что я должен был наругаться. И я сказал, что не напрасно, что мы молимся за детей постоянно, потому что это, оно постоянно, это благословение и чудеса, они постоянно происходят. Потому что, когда я выезжаю из дома, и, как я встаю в 3 часа, в 3.30, когда я вживаюсь, я постоянно помогу за свою семью и за своих детей. Потому что в школе так трудно надою, когда детям мне рассказывают, что то, то, нехорошее происходит, но я постоянно, мы постоянно доверяем Богу и молимся постоянно. Ну, сам точно с верой нету, но Бог научил меня, что надо уповать на Господа, не надо на себя в злости, и ничего не получится. И я хочу, чтобы мы помолились, чтобы Бог нам дал веры родителям, что мы верим в себя и своих детей, потому что сам та злость даже не помогает. Просто сам разозлился, и детям разозлился, когда любовь есть, и когда мы понимаем друг друга. И Бог даёт нам постоянно веры и мудрости. И я рад, что мы постоянно молимся за детьми, указываем воскресенье в церковь, потому что я вижу этот результат на своих детей, когда мы уже подросли. И сейчас я вижу на других детей, на моих друзей, детей, и мне приятно смотреть этот результат. И я хочу, чтобы дети сейчас вышли сюда, и мы будем на сцену, и мы будем молиться за них. А потом, когда мы хочем попросить о выводе сегодня день рождения, потом мы за выводе помолимся. Давайте встанем, пока дети будут выходить, и будем благословлять наших детей. Голливуя, чтим любви Господь. Благодарим Тего за благословение, которое Ты нам дал, Господь. Это дети, это наше благословение, это наша радость, Господь. Мы прославляем Тебя через наши детей, Господь. Мы видим, Господи, как Ты нас научаешь через наши детей, что мы ближе прикосноваемся к Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что наши дети разумны, Господь. Вот поэтому часто мы фастаем с ними, и мы радуемся, Господь, где они находятся, Господь. И мы видим, что наши дети – это благословение, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за мудрость, которую Ты нам подоедешь, Господь. За школу, которую Ты посылаешь, детей, Господи. В имя Твое. Богослови нас, родители, Господь, в имя Твое, чтобы мы понимали наших детей больше, чтобы мы доверяли нашим детям, чтобы мы больше уповались, Господи, на Тебя, Господь. Я хочу, чтобы нам больше верить, больше упования на наших детей, Господь. Будь прославленным, Господь. Милюм тебя. Спасибо, Господи. Съединяй нас, Бог Духа. Аминь. Давайте, Володя, можешь выйти из себя? Володя, можете вспомнить 40 лет, да? Да, аминь. Вот как у нас сейчас. Вот. И до начала... Это вообще мы ее знаем с самого детства, когда я это был в Володе. Я помню, когда он родился, и мы были в самом верхнем. И это богословенный мальчик, и что он, ты как спортсмен у нас. Он есть, и... Дорогой Господь, спасибо Тебе за Володя, Господь. Всегда есть в мудрости, Господь. Что ты богословляешь до этого часа, Господь. Сему за 14 лет, Господь. И ты ее постоянно богословлял. И что мы мудрые, что ты хранил ее, Господи, во имя Твое. Мы привыкли сюда, чтобы прославить Тебя, Господи. Благодарю Тебя за 14 лет, Господи. Богослови ее оставшую жизнь, Господь. Прибудь с ним. Богослови ее в школе, Господь. Дай ему, Господи, мудрость, Господь, которую ты ему посылаешь, Господь. Дай, чтобы он крепкий был, чтобы он сильный был, чтобы, Господи, не болел, Господь, во имя Твое, Господь. И чтобы, Господи, прославлял Тебя, чтобы он знал Тебя больше, Господь. И чтобы он произносил Твое имя, Господь. И чтобы он радовал себя, Господь, Тебе, Тебе, Господь, чтобы он знал, что Ты жив, Господь. И чтобы, Господи, рассказывал всем про любовь Его, про Богословение, Господь. Будь прославлен, Господь, во имя Твое, в Среди Твоего Духа. Аминь. И сейчас я помолился за прожитувание, и знаете, нас Бога благословлял, а у меня один раз здоровьем было, я не мог работать, у меня спина часто болела, я молился где-то, где-то півтора года, два с половиной, и когда я надеюсь, я молился, окей, Бог, что у меня исцеления на спину никакого нет, я думаю, что, мабуть, я пойду до доктора. Ну, я то самое, я походил до доктора, все равно ничего не помогает, и я стал молиться, мы стали всей семьей молиться за здоровье, вот, окей, Господь, мне нужно работать, мне нужно оплачивать били, и болеть мне нема когда, и знаете, когда я молился с семьей, и я даже, Бог исцелил мою спину, что даже у меня не болели, и недавно мой сын спросил папу, то я спина болит, я говорю, ну, он уже давно не болит, как-то я забыл, что Бог исцелил меня, и я хочу сказать, если у кого есть какие-то болезни, кто не может работать, просто молиться за исцеление в доме, за свое, чтобы мы должны работать, чтобы допрочитование это хорошее дело давать, и я хочу, чтобы Бога благодарю за наше здоровье, за наши руки, ноги, и что за наши работы, которые Бог посылает нам, вот, давайте встанем и поблагодарим за работу. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Господи, за наше тело, Господь, спасибо Тебе, за руки, Господь, за ноги, Господь, спасибо Тебе, за голову, Господь, в Тебе оставляю, Господь, что мы не болеем, Господь, какие у нас проблемы есть, Господь, мы приходим к Тебе, а Ты исцеляешь, Господь, Ты нас не оставляешь, Господь, когда Ты нам веру больше посылаешь, Ты со мной, Господи, нас исцеляешь, и мы верим Тебе больше, Господь. Спасибо Тебя, Господь, за работу, которую Ты даешь нам, Господь. Ты для нас посылаешь работу, посылаешь нам бизнеса, Господь, посылаешь нам людей, Господь. Что люди видят на нас и говорят, что мы благословенны, Господь. Что мы, Господи, мудрые, Господь. И что мы знаем Тебя, и что мы постоянно фасаемся и любим будем верующими и поконять Твое великое имя, Господь. Богослови, Господи, нас. Богослови на это пожертвование, которое Ты посылаешь в имя Твое. Будь прославлен, Господь, с единства Твоего Духа. Аминь. Иисус Иисус Слава богу Вы все проснулись сегодня Да, я уверен все, кто сегодня здесь Это те люди, которые проснулись вовремя. Еще, я думаю, кто-то подъедет, а кто-то уже останется дома. Вы знаете, я очень рад, что время переводят. Когда переводят время, это проверяет нашу дисциплину. Я думаю, неплохо было бы, если бы наш говремент решил один раз в году на пять часов время перевести. Сережа, а что ты так скребился, когда я сказал на пять часов? Ну, anyway, очень хорошо, что мы проснулись. И знаете, прежде всего, у нас будет сегодня молитва. Первое. Вчера с одним братом, его зовут Павел Камонаш, мы постелили здесь карпет на сцене. Это брат нашего Даника. И общаясь с ним, я узнал, что его отец завтра идет на операцию. Я знаю, что многие знают Харлампия. Я уверен, многие знают его только потому, что мы пьем чай в среду и пятницу с медом, который производит Харлампия. У него обнаружили рак желудка, и завтра у него будет операция. Поэтому мы будем молиться за брата Харлампия. Следующее. Моей жены сегодня здесь нет. Мой тесть очень сильно заболел. Ему 98 лет. И он попросил, говорит, Люда, позвони Василию, пусть в церкви за меня молятся. И еще одна нужда. У меня есть очень хорошие друзья, которые живут в Портленд. Эту семью я называю, это мои ближние. Эти люди очень много помогали мне, когда мне было 18 лет, и я был призван в армию. Их самый младший сын попал в очень плохую компанию. И завтра у него суд. И завтра у него суд. Он связался с наркотиками. Но я знаю, что Иисус пришел, чтобы отпустить измученных на свободу. Поэтому мы помолимся об этих нуждах вместе с вами сегодня. То есть помолимся за брата Харлампия, у него операция завтра. Помолимся за молодого человека, его имя Сергей, у него суд завтра. И ему нужна свобода. И помолимся за моего тестя, которому 98 лет, и он нуждается в Божьем подкреплении. И мы будем пройтись за моего папа-in-law. У вас есть что-то? Да, и мы помолимся за Павла, который стелил карпет. Ему тоже нужна молитвенная поддержка. Да, спасибо. Еще действительно есть один паренек, который работал со мной. Ему 22 года. There's another person who worked with me, who's 22 years old. Его зовут Кайл. His name is Kyle. И уже чуть больше недели назад он попал в серьезный эксцидент в штате Айова. A little over a week ago, he got into a serious accident in Iowa. Его на вертолете отвезли в Mayo Clinic. Он сейчас находится там. He had to be brought to Mayo Clinic with helicopter. Уже перенес очень много операций. He underwent many surgeries already. В четверг у него почти целый день была операция. Равняли лицо. Thursday, for pretty much the whole day, he had a surgery, trying to... Он пока что не разговаривает, не открывает глаза. He cannot talk right now because he had surgery on his face. И они отсылают text messages всем, кто знаком с ним, чтобы молились о нем. And his family sending out text messages to everyone who knows him to keep him in their prayers. Он действительно очень хороший парень. Любит Господа. He's truly a really good guy. Loves God. Когда он работал со мной, это действительно было благословение. When he worked with me, it was truly a blessing. Мы отдадим Господу все эти нужды, поэтому я попрошу, давайте мы все встанем. Еще есть. Окей. Она приняла Иисуса в свое сердце? Нет еще. Окей. Окей. Это действительно. Иисус всегда провозглашал. Прощаются тебе грехи, а затем встань и ходи. Вот. Это то, о чем мы будем молиться. Юра. Нет. Хорошо, тогда подождите. Ты рассказывай, я ручку возьму. Ну, там что-то. Я хочу, чтобы я разобрался. И когда там она разобралась, я хочу, чтобы я разобрался. Ну, много вещей, но многое ничего. Аминь. Аминь. Окей. Давайте мы вознесем все эти нужды перед лицем Господа. Давайте мы вознесем все эти нужды перед лицем Господа. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы ходатайствуем перед лицем Твоим о всех этих нуждах, которые Ты знаешь, прежде нашего прощения. Прежде всего, Отец, мы просим Тебя за нашего брата Харлампия. Господи, я знаю, что для Тебя нет ничего невозможно. Господи, та проблема, которая случилась в его организме, она посильна для того, чтобы Ты исправил ее. Поэтому во имя Иисуса Христа мы провозглашаем работу Твою, Господь, в его организме. Ты силен исцелить от рака, Ты силен исцелить от насморка, Ты силен исцелить от всякой болезни. И поэтому сегодня я провозглашаю Твою работу и Твое исцеление для нашего брата Харлампия в имени Иисуса Христа. И в завтрашний день, когда будет операция, Господь, я провозглашаю Твою святую руку, чтобы все в его организме было успешно и все было прекрасно, Господь. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Отец, я прошу Тебя о Твоем исцелении для моего тестя. В его преклонном возрасте, Господи, я знаю, что Ты силен дать ему силы. Ты силен остановить температуру, Ты силен, Господи, восстановить его организм, потому что он еще желает прославлять Твое святое имя. И сегодня я прошу Тебя совершить Твою работу в его организме. Отец, прошу Тебя также, Господи, благослови сына моих друзей. Господи, благослови Сергея, завтра у него будет суд. И я знаю, Отец, что в Твоей воле есть совершить Твою работу в его жизни и в жизни его семьи. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Иисус, пусть воля Твоя осуществится в его жизни. Ты пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу. И я провозглашаю силу Твоего Слова в жизни Сергея. Боже, я провозглашаю работу Твоего Слова в его жизни. В имени Иисуса Христа есть свобода для Сергея. Свобода от наркотиков, свобода от зависимости и свобода от всяких плохих компаний. Во имя Иисуса Христа. Отец, я также прошу Тебя, чтобы Ты благословил Кайла, Господи, там, где он находится сейчас у Мэя Клиник. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты совершал Твою работу в его теле. Господи, чтобы все поврежденные кости восстановились и срослись, чтобы все поврежденные органы восстановились и исцелились, чтобы он был полностью восстановлен для служения Тебе и для славы Твоей. Боже, я также прошу Тебя за маму нашей сестры Иры. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови ее и прикоснись прежде всего к ее сердцу. Господи, чтобы ее сердце обратилось к Тебе и взыскало Тебя. Чтобы в ее сердце, Господь, она ощутила Твое присутствие. Господи, в ее сердце, чтобы назрело обращение к Тебе. И также прошу Тебя, чтобы Ты прикоснулся к ее организму. Боже, ее организм нуждается в Твоем исцелении. И ее тело нуждается в Твоем исцелении. И поэтому я провозглашаю Твое исцеление для нее. Пусть в этом она увидит Твою руку и Твою славу. Господи, пусть это послужит ей толчком к обращению к Тебе. Отец, прошу Тебя также за маму нашего брата Юры, чтобы Ты благословил, Господи, все желания сердца и благословил все намерения. Боже, если в воле Твоей, Господи, чтобы она приехала сюда, дай ей доброе здоровье и благослови, Господи, все необходимые вещи, Господи, для того, чтобы она воистину могла совершить этот перелет, этот путь, чтобы соединиться со своим сыном и с семьей. Во имя Иисуса Отец, я также благодарю Тебя за нашего брата Павла, который, Господи, так много послужил для нашей церкви. И прошу Тебя, чтобы в его жизни Господь Твое благословение переполняло источники Его. Во имя Иисуса Христа, пусть благодать Твоего Святого Духа будет на Нем, и все нужды пусть восполняются в его жизни по богатству Твоему, в славе Христом Иисусом. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты слышишь, и благодарю Тебя за все ответы на наши молитвы. Вся слава принадлежит Тебе, и только Тебе наш великий Бог, Отец и Несвятый Дух. Аминь. Помолился я. Окей, присаживайтесь, пожалуйста. Кто из вас любит читать интересные истории из Библии? Кто из вас любит читать интересные истории из Библии? Вы знаете, когда я пришел к Богу, у меня были любимые интересные истории в Библии. Вы знаете, я очень любил читать о том, как Корнилий обратился к Богу. Мне очень нравилась история, как Господь коснулся Савла. И я по многу раз перечитывал эту историю. Я очень любил историю, когда вышли два борца, Давид и Голиаф. И я восхищался тем, как Давид одержал победу над Голиафом. Мне также очень нравилась история о Самсоне. И если я спрошу сегодня вот эти истории, я думаю, что каждый из вас эти истории хорошо знает. Неправда ли? И любая из этих историй, она говорит нам о чем-то. Когда мы читаем историю о Давиде и Голиафе, мы извлекаем тот урок, что лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Давид сказал, ты идешь против меня со своей силой, со своим мечом, а я иду против тебя. Не смотри, что у меня в руках. Я иду против тебя во имя Господа моего. Ты поносишь воинство Господа моего. Но я иду против тебя с этим именем. И Давид говорит, я одержу победу над тобой. Еще битва не состоялась. Но Давид говорит, я одержу победу над тобой. Я снесу твою голову. Я отдам твое тело птицам, они будут поедать твое тело. Это говорит о том, что мы извлекаем прекрасный урок.